Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем создавать социальную сеть на Django. По сути дела, как я говорил, сейчас, секунду, мы с вами напишем один модуль в социальной сети, но который будет включать и участников, и новости, и фолловеров, и участников, то есть, ну, контентом в данном случае это у нас будет записи, ну, можно любой поставить, ну, а сейчас я еще посмотрел со временем, еще под ключом Django каналы, пока мы, наша задача с вами сделать модуль в социальной сети, чтобы вы поняли принцип от простого к сложному, потом начнем усложнять социальные сети потихонечку, потихонечку, чтобы делать более сложные вещи, а там каждый будет уже по своей ситуации. Ну, и в этом курсе наша задача была, мы с вами скачивали Bootstrap, подключили Bootstrap, проверили, где у нас, что просто вставили любой блок, ну, допустим, сейчас там разные, там, синенькие, зелененькие, что наш Bootstrap отрабатывает, то есть, все у нас в порядке. Поэтому это была наша цель. Не только подключили, прошлись по настройкам, добавили в папку проект, то есть, чтобы статику хранить, допустим, такие вещи, как Bootstrap в отдельной папке, а не в каком-то конкретном приложении, потому что, ну, это некорректно вообще. Вот. А так, в приложениях мы будем хранить статические файлы, относящиеся к приложениям, а, допустим, тот же Bootstrap, он относится ко всему проекту, мы будем хранить в отдельной папке для статики, проверили, все у нас складывается в статическую папку, прописали, чтобы это все получалось у нас, прописали дополнительные настройки для того, чтобы все это происходило, и это считалось статическими файлами. В общем, по сути дела, настраиваем Bootstrap. До этого, вы, наверное, смотрели по видео, мы создавали первую страницу. В общем, вход, выход, потихонечку двигаемся. Все. Хочется уже подробный курс сделать. Смысл курса понятен. Итак, ребята, кто начал только с этого видео, значит, уроки на социальную сеть на этот сайт, а начало обучения Python Django на spb-tu.ru. Поэтому в описании видео есть ссылки. Спасибо за доверие, все получится.